Курс на обновление. В городе продолжается благоустройство объектов здравоохранения и экологической среды. Хочется выразить благодарность администрации города. Какими красками заиграла поликлиника? Стань заметнее. Госавтоинспекторы РОВД посетили Каменскую школу-интернат. Это профилактика ДТП с уязвимым участником дорожного движения. Знакомы ли дети с правилами безопасности? Сила в памяти. В Бобруйске прошли 10-е региональные образовательные чтения. Важно помнить, важно об этом говорить. Получилось ли затронуть струны души каждого? А также традиционные подарки и дождь капает на землю. Синоптики на выходные прогнозируют осадки. Выглянет ли солнце? Итоги уходящей среды подвозят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Значимый подарок. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия в Минске бассейна международного класса. Белорусский лидер подчеркнул, традиционно ко дню Октябрьской революции социально значимые объекты открываются по всей стране. Новый бассейн рассчитан на 6035 мест. Его строительство – результат технической помощи Китайской Народной Республики. Но это не единственный объект, возводимый с помощью КНР. В столице завершается возведение современного футбольного стадиона. Я помню, когда я приехал в Пекин, он меня взял за руку и говорит, пойдем. Куда пойдем? Вот я тебе покажу. Подходим в стенд, он берет покрывало, снимает. Вот это национальный стадион футбольный и плавательный у вас будет построен в Минске. Но дисциплина в Китае железная. Я знаю, что если Си Дзиньпин сказал, то там же никто не обсуждает, там идут и делают. И поймите, это большие деньги. Это большие деньги этого стадиона, тем более национального футбольного стадиона. И КНР серьезно вложилась. Более того, я не хочу забегать наперед. Это бесплатная техническая помощь. Они готовы нам помочь еще в нескольких таких мощных социальных объектах за свой счет. Поэтому мы в долгу перед этим человеком и перед великим китайским народом. После торжественной церемонии открытия Александр Лукашенко знакомился с материальной базой и организацией работы бассейна. В значимом событии приняли участие представители спортивной общественности, посольство Китая, а также генподрядчика. Не забыть после каникул. В рамках доп. мероприятий по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения госавтоинспекторы Бобруйского РОВД посетили Каменскую специальную школу-интернат. Правоохранители – частые гости в этом учреждении. Повод чаще всего один – профилактика и материальная поддержка. После возвращения детей с осенних каникул сохраняет важность вопрос их безопасности. С порога беседа после каждому по фликеру. Данная акция проводится с целью популяризации световозвращающих элементов. Ну и, соответственно, в целом это цель данного мероприятия – профилактика ДТП с уязвимым участниками дорожного движения. Снижение степени тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях. Также к встрече присоединились представители страховой компании. В игровой манере они показали воспитанникам, как избежать несчастные случаи и детский травматизм. Лично для меня и для нашей компании сегодня было важно присутствовать в стенах данного учреждения образования, потому что, во-первых, мы впервые посетили это учебное заведение, во-вторых, нам важно было познакомиться с детьми и все-таки рассказать им о страховании, чтобы они были финансово грамотные в будущем. Позже действо перенеслось на дворовую территорию. Здесь в интерактивной форме работа регулировщика, проверка знаний. Приятный сюрприз – знакомство с транспортом и экипировкой правоохранителей. Красиво и удобно. Бобруйск продолжает преображаться на глазах. В Полыньково напротив одного из торговых центров появились новые зарядные станции для экотранспорта. Организация, которая занимается установкой зеленых заправок, владеет сетью такси-электрокаров. Всего площадка рассчитана на 8 мест. Работы еще не завершены. На сегодняшний день мы уже установили две электрозаправки. Планируем с 10 по 15 число поставить еще две. Они будут более мощные, более усовершенствованные. Ну, как бы и по дизайну будут намного красивее. В среднем, если брать машину электрическую, где-то заправка от 10 до 17 рублей на, ну, пускай даже 20 рублей на 350 километров. Становится заметнее и третья поликлиника. Здесь обновили фасад. Преобразился и центральный вход. Работы должны быть целиком завершены в ближайшие дни. В городской поликлинике номер 3 проведен плановый текущий ремонт здания. Финансирование работ проводилось за счет средств городского бюджета. Осталось навести только лоск. Хочется выразить благодарность администрации города за поддержку системы здравоохранения. Кроме того, в конце октября третья поликлиника стала городским первопроходцем. Здесь появилась электронная очередь. Теперь пациенты смогут получать медицинскую помощь еще комфортнее, удобнее. Из глубин души в Бобруйске прошли 10-е региональные образовательные чтения. Тема юбилейного форума – 80-летие Великой Победы. Память и духовный опыт поколений. В рамках пленарного заседания вниманию участников и гостей были представлены доклады по теме «Белорусский ландшафт памяти канонизации святых Гродненской епархии», «Православная церковь в годы Великой Отечественной войны». Очень важно, чтобы мы не забывали о том, что такое война, что такое уничтожение людей, уничтожение деревень целых, уничтожение одного человека другим, уничтожение народов целых, геноцид целых народов. Поэтому важно помнить, важно об этом говорить, и чтобы это никогда не повторилось. Традиционное место встречи – Театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича. Среди участников – масштабных чтений, представители городской власти, духовенство, учреждения культуры, образования, медицины, воинских частей, учащаяся молодежь, общественность. Организаторами выступили Бобруйская епархия, Белорусской православной церкви при поддержке городского исполнительного комитета. Холодный привет! Начало ноября успела ошарашить белорусов и первым снегом, и мощными порывами ветра. Что придет на смену погодным капризам, расскажет Елизавета Липеева. Циклонические вихри, которые стали причиной ненастной погоды, сместились на восток. Обстановка за окном нормализуется. Ветер прочно закрепит. Титул умеренного осадки в большинстве районов страны сойдут на нет. Температура прибавит пару градусов тепла до плюс десяти. Все вокруг готовится к зимнему сну. Небо становится пасмурным, солнце радует лучами все реже. Главное – сохранять бодрость духа. И пока погода благоволит, уделять прогулкам на свежем воздухе как можно больше времени. Свои порядки погода навела в Казахстане. На страну обрушились дожди, снег, метель. В нескольких областях из-за сильного ветра порывами до 30 метров в секунду объявили штормовое предупреждение. Накануне ураган сносил элементы строящихся многоэтажек, сдул и новую автобусную остановку. В результате два человека получили переломы и ушибы. Досталось и припаркованным машинам на несколько часов местные жители остались без света. В Беларуси 7 ноября будет преимущественно облачно. В отдельных районах страны пройдут небольшие дожди. Местами ожидается туман, ночью и утром на юго-западе слабый гололёд. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью столбики термометра покажут 1,7 градусов выше нуля, а по юго-западу от 0 до минус 4. Днём от 3 до 9 градусов тепла. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Мы коллега Роман Костюков со взором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!